всем привет с вами Алиска на берлаб работаем с картами смотрим прогноз погоды на ближайшие дни и делаем выводы о катаклизмах начинаем с чистоты воздуха и смотрим у нас Аляску и север Канады вот дожди прошли в Канаде эффекты просто колоссальные на пожары видите все сразу залило и пожары остались только вот в одной зоне в Аляске на Аляске мы увидим к западу сюда все-таки до реки икона что-то там видать не пролилось и поэтому очаги еще сохраняются но в целом ситуация улучшилась просто колоссально так что видите природа она сама регулирует все что ей нужно смотрим теперь Африку ну здесь в республике Конго сухой сезон в Сахаре там вечно сухой сезон практически но пока за пределы не выходит ничего в Европе все хорошо мы видим вот у нас Сергей Климов спрашивает Алекс Калининграде у нас холодно почему а все очень просто видео циклон и всегда у любого циклона в северном полушарии на северо-запад от него идет вот такой вот поток воздуха да только он не идет не с северного полюса как иногда считают вот а он идет с верхних слоев атмосферы там опускается поток воздуха и поэтому происходит охлаждение это в любом месте в северном полушарии одна и та же картинка наблюдается а вот здесь вот со стороны восточной части здесь наоборот а как правило идет какой-то подогрев определенный но сейчас в целом мы видим что температуры невысокие невысокие так что кстати меня немножко начало смущать потому что я также наблюдаю ветер который появился который не характерен для первой половины июля ну ладно об этом позже поговорим теперь давайте посмотрим пожары здесь на около охотского моря здесь прямо хорошо вот горит на юг от устьмая и видно что дым идет на север от этих пожаров также стороны николаевской идет на море идет в сторону охотского моря но вот здесь вот вовсю у нас индустрия работает видно что пыхтят не по-детски как говорится а в индии все улучшилось все стало прекрасно можно туда приезжать сейчас дышать свежим воздухом 24 25 градусов такие температуры но здесь только на самом-самом севере здесь пыль осталась так смотрим теперь австралию все прекрасно ближний восток также хороший ветер здесь задувает запада и соответственно прочищает воздух пыль поднимается только около персидского залива как раз к сторону персидского залива сейчас особо двигаться не стоит вот сергей климов продолжает когда в калининград снова придет тепло а когда вот этот циклон сдвинется сюда в сторону урала либо распадется тогда у вас и тепло придет вот он пишет в архангельский жара в калининград пришел в холод все правильно потому что в архангельск заносился теплый воздух вот отсюда от каспи мы разбирали из-за того что вот как раз этот циклон создает он как вентилятор понимаете он как лопастями здесь крутит вот и получается что подъем воздуха происходит здесь вот восточной части от циклона так ну я думаю что я ответил на вопросы сергея климова мы можем теперь переходить к разбору осадков смотрим теперь что у нас в основной европе видно что здесь у нас находится антициклон который сполз и сейчас находится прямо над альпами северной италии южной германии висит ну и другой антициклон парный западная его часть находится отсюда на юго-запад от ирландии соответственно эти два антициклона хорошо закрывают континентальную европу но открывается зато скандинавия где мы видим все угроза в дождях и дальше все идет вот сюда вот получается на северный урал и западную сибирь по волжье а вот этот циклон он стоит просто замер на одном месте видно что его хвост повернут наверх его хвост влияет на погоду как раз финляндии северной норвегии и чуть-чуть карелии так что еще хочется сказать вот юзер юзер пишет хорош у нас лета в этом году средняя температура плюс 25 градусов в прошлом году ставились у нас рекорды плюс 38 и восточный на луганщине было плюс 42 в этом году все прекрасно и дождей много да в этом году видно что у вас даже сегодня дожди потому что опять же вот большая часть украины находится в холодном секторе под циклоном знаете здесь согласно этой версии плюс 13 всего в киеве что довольно холодно в гомеле плюс 12 минске плюс 12 в мильнюсе плюс 11 в кривом роге плюс 21 тоже не жарко и даже в ростове на дано плюс 21 ну давайте посмотрим дальше прогреется у нас до плюс 28 а 29 но все равно особой жары нет вот сравните с астрахани где а плюс 39 жара как вам так я думаю что есть с чем сравнивать так смотрим теперь сибири ну сибири здесь по югу и восточной сибири алексей покровский пишет у нас северный регион еще не отошли от предыдущих дождей гроз и вот опять новая порция подходит так нынче все залито и так ли это короткая так еще и без урожая могут остаться из-за дождей печально да вот эта ситуация когда циклона один за одним устремляются это конечно печально но со стороны китая мы видим здесь тоже у циклона формируется тут он прошел сейчас южную и северную корею выходит сюда в японское море будем наблюдать куда он идет и вот здесь вот на западе чукотки магаданской области тоже у нас такая депрессия сформировалась в индию систематично заливает вот сезон реальных дождей и ветер такой довольно-таки бодрый со стороны индийского океана смотрим теперь индокитая нормальная обычная ситуация на востоке австралии прям строго побережью здесь дождей ну и южная новая зеландия здесь донки прохладно плюс 6 дневные температуры и видно что в горах идет снежок так давай теперь смотреть что у нас фэрбэнксе а фэрбэнксе как ни странно чуть севернее на самом фэрбэнксе плюс 15 а чуть севернее смотрите сюда входит снег гололед дед хорс северная аляска прям реальная непогода но вот здесь вот центре аляски вроде бы тоже дождики проходят также как на западе канады кстати здесь обратите внимание тоже снежок выпадает и на западе канады не особо то и жарко плюс 9 плюс 9 какие температуры плюс 7 в центральной канаде чуть-чуть потеплее но здесь вот небольшая ячейка на севере тоже здесь кстати тоже завис антициклон мощный чуть южнее гудзонового залива между озерами как раз расположился между гудзоновым заливом и великими озерами на востоке канада у нас область низкого давления сейчас кое-где грозы на юге сша но в целом ситуации довольно спокойно мы продолжают смотрите здесь стоит циклон и он заносит сюда осадки в центральной чили западную аргентину смотрим теперь что у нас в африке происходит но в районе экватора осадки это нормально да давайте теперь рассматривать прежде всего мы смотрим вот здесь вот за этим циклоном ну наблюдаем вот циклон над беларусью находится и что происходит у нас над уралом над уралом западной сибири у нас такой циклончик вот здесь в районе города ухты мне кажется какой-то какая-то ячейка да и вот здесь вот у нас восточном поолжье тоже какая-то такая циклоническая система а циклон над беларуси такое ощущение он смещается в сторону восточной украины такое ощущение что он начинает иссякать потихонечку скорее циклон идет на японию на японию то есть япония наверное не не сможет его избежать так ну да распадается на цепь гроз в итоге этот циклон открывается здесь западный перенос смотрите вот отлично открывается и это кстати сводит на нет все усилия по прогнозу да у нас кстати в германии уже выступал даже министр здравоохранения такой если знаете в очках наркотип вот и в общем то он объявил уже что будет там сотни тысяч каких-то гибелей там туда-сюда прогноз взяли и поменяли модели почему потому что смотрите вот этот антициклоническая система подошла и начала здесь тоже загонять с океана налоги прохладный воздух и поэтому сейчас пока оставили что-то вот на понедельник то есть уже на следующую неделю перенесли и оставили получается вот запад франции и южная англия в качестве потока но конечно это будет недолго и не так кошмарно как представлялся прогноз еще три дня назад действительно были цифры и развитие ситуации просто ужасно так что вот так вот не надо ориентироваться на ранние прогнозы прогноз можно ориентироваться только когда меньше трое суток реальная реальная цифра трое суток вот более-менее там 90 с чем-то процентов вероятность а вот когда сутки там уже 95 и выше уже там хорошая вероятность достигается а за неделю там это как монетку подбрасывать примерно так же я утрирую немножко но все равно ну вот есть там какая-то сейчас жаришка такая небольшая давайте посмотрим ну что это за решка 28 градусов 30 градусов по западу франции то есть это нормальная абсолютно температура абсолютной нормы но вот где тоже сейчас жарает конечно астрахани вот здесь астрахани тарао вот эта часть каспии видите она просто испаряется я все жду когда можно будет аки послуху перейти из астрахани вот сюда вот сторону актау я думаю что я дождусь этого момента так смотрим теперь что у нас сибири а в сибири у нас на западе жара жара такая серьезная по 30 градусов тюмени ну вот восточный казахстан здесь уже нет жары здесь видите здесь северный ветер из сибири задувает и даже влияет на южную среднюю азию и даже влияет на иран смотрите даже охлаждает иран ничего себе вот это проникновение знаете это больше похоже по зимнему типу вот я все больше и больше сейчас ловлю признаки во первых сильные ветры в начале июля вообще не характерная ситуация вообще ну конечно может быть шквал там какой-то локальный там который пять минут происходит там из-за перепада температур перепада давления но такие чтобы каждый день там задувал там мне это не характерно и вот к чему бы это вот видите здесь север 7 сибири истей вот здесь плюс 6 в норильске плюс 13 все это опускается смотрите до красноярска в иркутске правда здесь держится плюс 24 а вот в бакане всего плюс 20 козил плюс всего плюс 22 даже вот западной китае существенно охлаждается да и центральный китай тоже охлаждается мы видим да якутия там своя система на себя поддерживает то здесь еще происходит жара вот у нас магаданской области тоже наблюдается еще жара на камчатке но такое ощущение что это ненадолго и в северной америке у нас тоже довольно прохладные ночи до разобрали здесь да и у кодзонов залива тоже очень-очень интересно развивается ситуация и смотрите день да есть такой поток жары по великим равнинам он очень быстро распространяется на северной территории канады но обратите внимание запад канады даже днем он уже не прогревается а смотрите день на севере аляски он морозный как он такой как-то для макушки лета не особо да и здесь тоже на таймыре такое происходит стоит задуматься этому нас но в европе только в испании во франции тип теплая ночь а так смерти германия очень центральная европа беларусь украины так то вообще тонки прохладно будет ночью давайте глянем какие же там температуру ну вот получается где-то 15 градусов киеве в минске 12 градусов не жарко не жарко конечно не заморозки но все равно и дальше смотрим давайте на завтрашний день видно что жара уже смещается с восточной европы сюда урала даже больше западную сибирь но еще выходит в сторону белого моря вот по такому хитрому пути через южный урал западную сибирь потом северный урал и сюда переходит в сторону кольского полуострова опять же это связано больше с потоком воздуха кое где сохраняются здесь очаги жары а в якутии но и где-то в забайкале в сибири данки прохладно уже как и прохладная ночь у нас в северной америке ну что давайте теперь посмотрим что нас ждет в пятницу 22 июля но мы здесь видим опять же прохладно у нас северной америке почему же запад штатов на ощущает и ощущает прохладу европе довольно тепло но обратите внимание на севере все что выше 60 и параллели уже не так-то и жарко это дневные температуры показывают эти то есть не такой что жаркий день то есть даже на нижней волги мы видим здесь сдувает с восточной украины с нижней волки как раз юзер называл цифры прошлого года когда был 42 сейчас нет таких цифр и даже смотрите охлаждается средняя азия что вообще для июля не характерно какие охлаждения средняя азия как сковородка там обычно разогревает и как итог отсюда вынос вот теплого воздуха сторону и балла и в сторону то есть мы видим поляризация сохраняется да и обратите внимание вот здесь вот у нас опять и на севере якутии уже морозить пришел а ведь этот еще в июль обычно в августе туда морозить приходит очень странная вещь ладно будем наблюдать но с вами был алекс канал берега вообще отличного упражения